Ребята, всем приветик! С вами Натали, и вы попали на мой бьюти-канал! Сегодня я вам расскажу о своих последних приобретениях косметики. Ну, как последних? Ну, на протяжении вот осени, которая там началась, идет до сих пор. Что я купила, что у меня новенького появилось. Здесь часть средств это то, что мне подарили, но все-таки больше, значительная большая часть это то, что я купила сама. Также пишите в комментарии, какие вы еще хотите бьюти-видео от меня. Все комментарии я читаю, мне очень интересно. Подписывайтесь также на мой инстаграмчик, ссылочку на него вы найдете в описании видео. Я там Элма Фео, и там очень смачные такие яркие, классные фотографии. Да-да-да. Хвалю, как всегда, сама себя, ну, потому что я знаю, что фотки мне реально зашибись. Вот кто бы что ни говорил, но фотки мне зашибись. Начну я, пожалуй, с демакияжа. Вот такое средство от Nivea Makeup Expert. Я купила совсем недавно, это двухфазная мицеллярная вода с розовой водой. Очень приятно, очень нежно пахнет. Я покупала, о боже, запах реально обалденный. Я купила, да, вот прям большую такую бутыль. Здесь аж 400 миллилитров, подходит для лица, для глаз, для губ. В общем, снимать макияж со всего лица. Но прикол такой, что она щипет глаза. Она щипет глаза. Я не знаю почему. Может быть, у меня очень такая нежная кожа на веках или что. То есть лицо нормально, но как только я около глаз начинаю смывать, это ужас. Я не могу этим средством смывать глаз. Поэтому это уже и хорошее, и плохое средство одновременно. Смывает, круто, но глаза это трындец, ребята. Поэтому очень у меня такое двоякое отношение к данной водичке. Вообще, считается, новинка. Многие, я думаю, в восторге от этой мицеллярочки. Кстати, напишите, какой мицелляркой вы пользуетесь. Далее у меня корейская косметика. И это бренд Apieu. Называется это средство Stone Peach. Вообще, это крем для уменьшения пор. Ну, то есть, как база под макияж. Она шикарно разглаживает лицо. Делает его прям таким похожим на какой-то персик нежный. Это правда так, ребята. Она питает, увлажняет и еще и скрывает поры. То есть, тональный крем на вот этот крем ложится прям как вот мягенькое масло на свежий бутырок. Вот так прям, ой, очень хорошо. Мне прям понравилось это средство. Насчет того, забивает поры или нет, пока ничего сказать не могу. Я, кстати, давно не была на чистке, пора записаться. Но не вызвала никаких ни аллергических реакций, ни покраснений. То есть, ничего плохого, ни прыщиков. У меня от этого не было средства. Вообще, бренд Apieu я очень люблю, как и вообще корейскую косметику. Покупала в подружке, если что. Очень нравится. Далее я купила себе вот такое новое средство. Называется Clinique ID. Сейчас очень многие блогеры рекламируют от Clinique ID. У всех вот интеграции я там купила, вставила, на лицо нанесла. Ребята, это самое лучшее, что случалось со мной в этой жизни. Ребята, Clinique ID это шикарная новинка. Ни в коем случае. Даже не думать о том, чтобы это не покупать. Clinique ID, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блин, мне это никто не дарил. Я купила за свои бабки. Я тоже повелась на рекламу блогеров. Да, я сама блогер. И повелась на рекламу блогеров. Но, да, я так говорю, как будто это плохое средство. Нет, оно не плохое. Но и ничего супер особенного в нем тоже нет. Такое, знаете, легкое увлажнение дает. Вы сами можете выбрать вот эту сывороточку, которая вставляется внутрь. Она есть против морщинок. Есть, по-моему, для сухой кожи как-то так, увлажняющая. Есть еще, ну то есть для разной недостатки, да. Я себе взяла, по-моему, разглаживающую от морщинок, как-то так. Вот. И вот у меня получилось вот такое средство. Я наношу, это бывает перед сном. Не каждый день, может быть, два раза где-то в неделю. Также это можно использовать как базу под макияж увлажняющую. В общем, прикольное средство, но не такое, что вах-вах-вах, как хвалят, конечно, блогеры. Вот следующий бренд. Это единственное, что мне досталось на халяву в этом видео. Единственное, что мне подарили. Они прислали мне от магазина Подружка. Вот такие новиночки. Бренд называется LV. Знаете, как Луи Виттон. Только не Луи Виттон. И это финская косметика, с которой ранее я знакома не была. Я с ней и то только начинаю знакомиться. Познакомилась с тоником их. Это... Смотрите, у них достаточно простые упаковочки. Прям такие минималистичные. Чем вообще эта косметика должна привлекать покупателей. И как она себя позиционирует. Я так поняла, что это линейка для суперчувствительной кожи. Она гипоаллергенная. Она подходит, да, прям для очень-очень сухой кожи. Для кожи, на которой есть раздражение. Ну, то есть, прям, знаете, для таких, для нежнятинок. Вот тоником я уже вовсю пользуюсь. Я протираю им лицо после того, как смыла свой макияж. Мне нравится. Он классно освежает. Как-то выравнивает тон. Чувствуешь прям чистота и свежесть такая по лицу пошла. Тоник я уже вовсю, вовсю использую. Он мне понравился. Так, что здесь еще говорят. Мягко, эффективно удаляет остатки макияжа. Он придает матовый эффект. Увлажняет, успокаивает. Сужает, кстати, поры. Балансирует уровень pH кожи. И также он не содержит отдушки. Кстати, да, ребят. Не содержит отдушки вообще. То есть, он ничем не пахнет. Вот ноль. Ноль запаха. Так что для таких чувствительных людей, кто не любит вот тоже запахи, я думаю, это подойдет. Еще у меня от LV. Надеюсь, я правильно произношу. Тут есть три средства, но которые я еще не попробовала. Я начну это буквально на днях. Здесь базовый питательный крем для тела. 20% масел в нем. Он и разглаживает, защищает кожу на длительное время. В общем, такой весь классный по описанию. И он не жирный, мгновенно впитывается. Естественно, тоже без запаха, ребят. Так что вот присмотритесь. Если вы не любите прям вот пахнуть сильно, да, то я думаю, вам прям подойдет. Краб для лица. Вот такая маленькая упаковочка. Естественно, тоже без запаха. А также он до чувствительной кожи написано подходит. Бережно удаляет омертвевшие клетки и загрязнения. Также выравнивает тон кожи. Поставлю в ванную и уже начну пользоваться. Еще от этого финского бренда у меня идет гель для умывания. Кстати, достаточно он большой. Здесь 150 мл. Я думаю, надолго хватит. Он, кстати, содержит также защитные функции. А еще он несет сухости и стянутости. Терпеть, кстати, не могу, когда стягивает кожу. Были такие у меня умывалки, которые стягивали ее так, словно лицо полили, я не знаю, отжали апельсин вот так у него. И весь ты такой... Ну, вы знаете, это движение я уже изображала. Вот этот вот не должен стягивать гель. Идем дальше. У меня здесь средство для волос. Шампунь и бальзам. Это мой обожаемый, кстати, бренд Ли Стаффорд. Обожаемый, я так говорю, как будто, да, они мне прям сказали, Наташа, скажи, пожалуйста, нас вот так вот, а мы тебе за это дадим миллион. Нет, никто мне не говорил так говорить. Я сама делюсь, ребята. Просто я очень много пробовала средств от Ли Стаффорд. И все они мне приходятся по душе. Вы представляете, да? Как такое бывает? Не говоря об их яркой упаковке, боже мой. Вы заходите в Ревгош и вы сразу видите стенд вот с Ли Стаффорд. Благодаря вот этим ярко-розовым тюбикам. Короче, вот эти шампунь с бальзамом идут для сухих, для ломких волос. Ну, то есть для таких, как мои. Они, кстати, идут с экстрактом кактуса, насколько мне известно. Сейчас скажу вам. Да, увлажняющий шампунь и бальзам с кактусом. Лайм здесь также есть. Масла дыни. Дарит волосам мягкость. Не утяжеляет их. И оставит волосы блестящими и шелковистыми. Еще, кстати, у меня есть маслица из этой серии. Называется серия КАКТУС КРАШ. Она сравнительно недавняя. Ну, либо, может, она в Россию не так давно пришла. Но она не так давно появилась на прилавках Ревгош. Вот этот КАКТУС КРАШ. Кстати, у меня самый любимый оттеночный шампунь это именно Ли Стаффорд. Так что, если у вас сухие волосюшки, то можете присмотреться. Я уже начала сейчас им пользоваться и мне нравится. Далее, ребятки, у меня еще здесь есть немного для волос. Я купила в Ревгош вот такое масло. Бренд называется Рич. И это французская фирма. Кстати, я с ней вообще не была знакома. Это масло, которое не нужно смывать с волос. То есть, вы помыли там голову, да, высушились или сами по себе у вас волос высохли. И вы нанесли от середины длинные и до кончиков несколько капель этого масла, предварительно так растертого в руках. Это идет как и сыворотка, и масло одновременно для шелковистости волос, для того, чтобы они лучше расчесывались. И для того, естественно, чтобы придать им блеск. То есть, он как бы и лечит, и одновременно выполняет визуальную функцию, чтобы волосы выглядели более ухоженными. Я не могу пока сказать полноценный отзыв, потому что только начала им пользоваться. Но ничего плохого сказать точно не могу. Кстати, у него очень приятный запах, очень приятный аромат, мне прям нравится. Будем пробовать дальше, и может быть, может быть, когда-нибудь это попадет в видео о моих фаворитах. Еще я купила вот такое масло, называть оно масло Bay для волос. Заказала его я на Wildberries, еще пока что не пробовала. Кстати, это бренд DNC. Это очень популярный бренд среди вот средств по уходу за волосами. У них очень много восстанавливающих масел, каких-то масок, каких-то сывороток, чего у них только нет в глобусе вот этого всего вот так. Но такого масла я, конечно, не видела. Оно идет для роста, укрепления, против выпадения, для того, чтобы волосы были более послушные. Короче, знаете, для всего хорошего, для всего хорошего, что могут сделать для вас ваши волосы, вот это масло для всего этого хорошего. Оно у меня идет в виде спрея. Это специально, чтобы удобно было наносить на корни волос, естественно. Насколько мне известно, его нужно смывать. Но так как я пока что не пробовала, я не могу вам всего сказать, ребята. Но на нем прям большая оценка на Wildberries. Там его все заказывают и все просто его восхваляют. Ну а я, а что я? Я вот начну пользоваться и, естественно, попозже скажу вам свой отзыв. И еще для волос это конопляное масло. Хо-хо-хо, конопля, так. Все подумали о том, о чем, наверное, подумали, да? Короче, на самом деле это сифара. И там несколько видов этих масел. Я взяла конопляное, тоже я еще пока им не пользовалась. Оно идет мультифункциональное, с сухой текстурой. Оно глубоко питает, очищает кожу. Также очищает волосы, моментально впитываясь. Применение для волос. Нанесите на сухие волосы перед использованием шампуня, не затрагивая корни и делая акцент на кончики. Вот как, смотрите, оно не для корней, оно для кончиков. Чтобы питать их, укреплять, делать более шелковистыми и послушными. Следующее средство это рок-единорога. Ребят, забавно выглядит, да? На самом деле это шампунь, шампунь для кистей, для макияжа, чтобы мыть ваши кисточки. И это бренд Spectrum. Они выпускают кисти, по-моему, там спонжики. Но в основном кисти, у них такие кисти красивые, просто на них залипать, как произведение искусства, там, знаете, со всякими рыбьими хвостиками. Такие типа а-ля чешуя рыбы. В общем, очень красивые кисти. И, естественно, если бы этот бренд выпускал шампунь для кистей, да, ну разве бы он выпустил обычную бутылку? Но мы понимаем, что нет, конечно, это рок-единорога. Что я хочу сказать? Я вовсе уже кишечки свои мою данным шампунем. И хочу сказать, что он, конечно, классный, он густой, но он у меня не экономичный. У меня не получается экономично его выдавить на руку, потому что сам этот рок очень жесткий. И ты не можешь нормально продозировать средство вот на ладошку, да, чтобы уже мыть кисть. Вываливается, как правило, очень много. А бутылочка все-таки небольшая, и рок наш иссякнет очень быстро. Поэтому это большой минус, конечно. Не экономное средство, как мне показалось, но кисти моют классно. Кстати, заказывала на Asos. Называется он на самом деле Liquid Magic, то есть жидкое волшебство. Ну и осталось у меня два аромата. Ароматы я оставила под самый конец. Первый мой аромат купила я, наверное, его еще в сентябре. Итак, это бренд Giorgio Armani. И называется эта парфюмерная вода Sea Passion. У нас есть еще в других категориях, не только passion. Не только она, то есть красный, там черный, белый флакон, еще какой-то. Мне кажется, их четыре точно разных. И первый раз я понюхала этот аромат. Господи, ребят, ну, либо послушала, да, как говорят правильно, послушала этот аромат. Когда мы с Валерой куда-то летели, и в Duty Free, по-моему, я его унюхала. И думаю такая, ну, если я буду вспоминать об этом аромате, то надо возвращаться, или где-то, где я вот буду в магазине, там, где он есть, то его надо брать. Так и случилось. Я о нем думала, думала, думала. Да, я о нем вспоминала, даже сны о нем видела. Прям, ой, ну, думаю, все. Значит, значит, надо идти и брать. Этот аромат невероятно женственный, но я бы сказала, что он взрослый. Мне кажется, он уже, знаете, для девочек после 18, хотя, опять же, это, на мой взгляд, мне кажется, если брать возрастной диапазон, то где-то с 19-20 и до, знаете, до 50 вполне, мне кажется, вполне. Женственный, красивый, он прям такой нежный, утонченный, он даже какой-то секси. Он прям очень красивый и прям богатый какой-то. Я не умею описывать ароматы, но вот в моем представлении это такая красивая, утонченная девушка, у которой хорошая, прям очень хорошая самооценка. Она не пафосная, конечно, сучка, но она знает себе цену и прям такая классная, действительно классная бабенка. Вот этот аромат для нее. Вот такой шикарный флакон. Некоторые его сравнивают с тюбиком жидкой помады, некоторые его сравнивают с бутыльком лака для ногтей. Для меня это скорее как лак для ногтей выглядит, да. Прям кайф. Вот смотришь на него, прям кайф визуальный вот этот флакончик. Ну а после Джорджо Армани, ребята, ну после Джорджо Армани еще один аромат. Ну не Армани, конечно, а Hello Kitty. Это детские на самом деле, считается, что это детские духи. Но знаете, я бы не сказала, потому что, знаете, этот аромат очень-очень сильно похож на Эскаду Cherry in the Air. Ну прям почти что вылитый. Я нашла его на Wildberries, и так как я фанатка Hello Kitty, всего с Hello Kitty, тем более я еще и прочитала, что это вишневый аромат, я такая, опа, я значит его беру. Называется он Cherry Cream, и пахнет он как, он пахнет наливной такой вишней. Знаете, даже кондитерской вишней. Такой прям очень сладкой, которую вот кладут на тортик вот такие вот эти вишенки. Ой, мне аж прям захотелось этих вишен пожрать. Вот это этот аромат. И почему он именно детский, я не понимаю. Этот аромат может понравиться и подростку, и просто юной девочке, и взрослой даже какой-то уже девушке. Мне кажется, он для всех, тем более он довольно стойкий. Это вообще парадокс, конечно. И вообще красивый еще флакончик. Не знаю, вот что вам еще сказать. Я зафанатела безумно от этого аромата. Eskado Cherry in the Air, по-моему, сняли с производства сейчас, поэтому вы вполне можете купить вот такой Hello Kitty. Почти что то же самое. Да, конечно, он, наверное, не такой стойкий, как Eskado, но пахнет очень-очень-очень похоже. Обожаю запах вишни, кстати. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что ролик вам понравился. Может быть, что-то нашли для себя. Жду ваших комментариев, жду ваших лайчочков, если видео вам понравилось. Увидимся уже скоро. Всем хорошего настроения. Пока!